Welcome, welcome! Изменение обновления 8.22! Это последний патч в грядущих ранкет-играх, потому что ранкет-игры заканчивается 12-го числа. Сегодня у нас 6-е число, то есть еще 6 дней мы будем играть с вами на этом патче. Еще есть шанс поднять себе Голд Элла, кому-то Даймонд, кому-то Мастер, кто куда хочет, какие иконочки себе заработать желает. Но главное заработать, конечно же, Голд, чтобы получить себе Ариану Скинец. Ну и что же у нас здесь произошло? Произошли небольшие нерфы мид-лейнеров и топ-лейнеров. Сейчас мы с вами это все прочитаем. Акалий, тот самый чемпион, который на чемпионате мира был чуть ли не самый популярный, но при этом с довольно низким винрейтом, получила себе небольшие изменения. Отобрали у нее общее изменение. Помощь предобнимания в размере 4 единиц удалена. Кто не в курсе, после того, как Акалий реворкнули, помните, был такой момент, риуты сделали так, что Акалий потеряла свою пассивку по крипам. И они сказали, что если у крипа будет оставаться 4 и меньше здоровья после твоей автоатаки, то оно будет засчитываться как добивание. То есть ты будешь его добивать. Они убрали эту пассивку, так что если вы не научились за Акалий все еще ласхитить, беда вам сейчас придет, потому что теперь будет ласхитить еще тяжелее. 4 единицы урона у вас, по сути, отобрали по крипам, только, конечно же, имеется в виду. Покров сумерек, это ее W. Сделали перезарядку гораздо дольше на первых уровнях, потому что это слишком дисбалансно, когда человек, играющий на Акалии, тебя только что вроде затовердавил, ты позвал джанглер, джанглер приходит, а там снова W откатилась. На 4 секунды теперь дольше будет откат. На первом левеле, на последних секундах то же самое. Идеальное убийство, это ее R, был урон базовый понижен в начале, но увеличен в конце. Ну, учитывая, что скейл они не трогали, это такой хороший ребаланс получился. То есть, больше усилили ее в лейтгейме, но зато ослабили потенциал как раз на 6 уровне Олына. Та самая Фиора, которую на чемпионате мира мы видели всего один раз, она правда выиграла, молодец. Получила себе небольшие изменения на ее кушке. Приоритеты на кушке так и остались теперь по слабым цели, там и Эргия, но главное там были, главные приоритеты, видите. Далее, выпад ставит приоритет чемпионов с низким уровнем здоровья в пределах досягаемости. Это сложно объяснить, но давайте попытаемся. Есть два чемпиона. Одного вы кидаете ульту, второй с малым количеством здоровья. Если вы нажмете кушку по центру, ваша кушка сработает на чемпиона с ультой. Теперь рассмотрим ситуацию, если не будет ульты. Если есть чемпион с малым количеством здоровья и чемпион с большим количеством здоровья. Например, саппорт рядом с Эдекерей стоит. Вы делаете кушку и ваша кушка прокнет именно на то, цель у которой наименьшее количество здоровья. В процентном отношении, конечно же, имеется в виду. А не просто наименьшее количество здоровья, а то бедная Эдекерей всегда будет страдать. Так что, надеюсь, вы поняли, что это такое. Но, на самом деле, это не нерф и не баф. Это просто изменение немножко приоритетов. Потому что раньше приоритетов не было. На рандоме это все происходило. Кто ближе был, в того-то и попадал, как говорится. Шопот. Это джиновское пассивное умение. Вот я, честно, его не помню, чтобы было какие-то... А это исправленные ошибки, понятно. Здесь получал иногда усиление от первой атаки градом клинком. Это было исправлено. Исправленная ошибка, из-за которой джин не получал усиление от третьей автоатаки под градом клинков. Понятно, это, по сути, исправленные баги с градом клинков, которые на джин не существуют с того момента, как все начали брать на джин на град клинков. Лебланк. Странно, что риуты решили ей за нерф и W. Возможно, стало причиной то, что на чемпионате мира этот чемпион получил самый высокий винрейт 66,6%. Ну, то есть, в каждой третьей игре она выигрывала два раза. Нет, что-то как-то запутал вас. Короче, она 18 побед, 9 поражений. Вот так будет правильнее сказать. 18-9. Статистика у нее на чемпионате мира. И лиды подумали, наверное, стоит немножко W и ослабить. Ну и, как видите, на десятку ослабили на всех уровнях. Скейлы оставили те же, так что это ничего сильно не повлияет. На матч просто... Вот спойлер идет. Что тут за спойлер? А, они спойлерят, что в следующем патче чуть-чуть будут изменены защитные магические свойства у некоторых чемпионов, которые, видимо, на меде будут стоять. И поэтому заранее ослабили ей W. Как они молодцы все делают. Маукай. Это интересно, потому что у меня есть в друзьях человек, который мэнит Маукай саппорта. И именно он сейчас будет счастлив. Радуйся. Писайся в штанишки там или... Ну, главное, аккуратненько это делай, конечно же. Бросок с саженца. Это его сапплинги. Теперь наносят больше магического урона и перезарядка меньше по времени. На линии это вообще никак вам не поможет. Но это поможет листому Маукай, если такие еще существуют. И, конечно же, саппорту Маукай. Нуну, тот самый чемпион, который вроде как не очень сильный, но зато сегодня в Сулку нас победил. И вот тот, который нас победил, это был Нуну Мейнер. Он будет счастлив, потому что ему добавили плюс 4 урона начальное. И его кушка стала сильнее. Базовое лечение теперь больше восстанавливает. Прирост, правда, там кнюшка по-другому теперь работает. Видите? Было 35 сил умений. Теперь будет 56 сил умений. 8% здоровья вместо 5. И лечение при применении к не чемпионам не 200%, как было раньше. Только 125. То есть получается, что кусать крипов выгоднее гораздо стало. Но зато вот по врагам, когда ты их кусаешь, именно чемпионов, ты не будешь так много восстанавливать здоровье. То есть наоборот. Наоборот, как раз таки. Да, наоборот. Извините. Перепутал. Не чемпионом. 200 на 125 поменяли. А сам урон оставили... Само лечение оставили как раз больше. Как раз выгоднее теперь не крипов кусать. Да, все. А чемпионов. Все верно. Пайк. Это был большой текст. И я его еще на английском тоже читал. Рекомендованные предметы ему обновили. Потому что у него висели совершенно не те предметы, которые ему нужно собирать. И из-за этого по-прежнему оставались тролли Пайки. Которые играли через синий голдер. И какие-то там вообще непонятные предметы были у Риотов поставлены. Но теперь будут они правильными. Если вы зайдете за Пайком. Но самое главное, что у него изменилось. В основном все было, насколько я помню, в плюс. Давайте почитаем вместе с вами. 8 здоровья плюс 8 за уровень. И 1 дополнительный силу атаки. Но не более 60% от максимального здоровья. Раньше как было? 25 от максимального здоровья. Плюс 21 за 100 дополнительной силы. Вплоть до 50%. 8 здоровья плюс 8 за 1 дополнительный силу атаки. Не, по-моему сейчас больше будет у него. Больше выходит. Если я правильно понимаю. Там за калькулятор возьмите и выявите точную арифметику. Потому что мне кажется больше выходит. Ну если те же самые предметы собрать. Кошмарное погружение. Затрат маны теперь W. Меньше требует. И на всех уровнях будет 40%. А раньше была скорость передвижения довольно высокая. 60-80. Но видите, риуты решили, что скорость передвижения ему не так важна в этом заклинании. Главное просто добраться до врага. Ну и здесь за каждую смертоносность вот интересная тема добавлена. За каждую единицу смертоносности, которую ты собираешь. Риуты банально нас заставляют отказаться от пайка танка. И говорят, ты должен обязательно его собирать в фулл АД. Скажу прямо на сайте U.GG, кстати говоря. Который сейчас у меня открыт вроде как. Да, открыт сейчас. Посмотрим. У пайка какие самые популярные билды. Видите, самые популярные его билды. Frozen Heart, Guardian Angels, Spirit Visage и дальше Локет собирается. А если мы посмотрим на более High L, там ничего не поменяется. Но если мы возьмем Ninja L, давайте возьмем, например, Gold L. Здесь уже появляются AD-шные предметы. Ну и там Silver. Ну, кстати, у Silver ничего не поменялось. Почему-то люди все равно ФХ собирают. Я думал, мы найдем там где-нибудь билды старые, которые были полностью через Lethality. Но они умерли из-за того, что сами Lethality предметы были немножко ослаблены. И к пайку они тоже перестали заходить. В основном его сейчас играет просто в КДР фулл армор чемпиона. С хорошей регенерацией. Ну и просто он спамит свои заклинания, кушку, ешку и станет врагов. Но на этом все не закончилось. Если вы думаете, что только даблки поменяли, то нет. Призрачный прилив, это его ешка, тоже было уменьшено за трат маны. Но при этом они не только как бы запафали, вроде как-то дешевле все это стало стоить. Правда, теперь ты станет будешь гораздо меньше. Но если ты собираешь 10 единиц смертоносности, 0,1 секунду добавляешь. Здесь было 1,5%, здесь 0,1 секунды. Ну и смерть из глубины, это его ульта. Количество здоровья, необходимое для казни и урона на 7 цели, у которого было больше, увеличен на единицу за каждую единицу смертоносности. На 1,5, извините, за каждую единицу смертоносности. То бишь, если вы его собираете полностью в леталити, у вас сильнее становится ешка, сильнее W, сильнее R. Но зато у вас не будет маны и не будет КДРа, того самого, к которому вы привыкли. Хотя КДР вы все равно получите, потому что Блэк Ливер все равно дает вам 20% КДРа. Но вы его получите позже, чем сейчас. Сейчас все рашат Фроузен Харт, и именно вот так вот риуты хотят избавиться от Фроузен Харта, чтобы вот этих 2 спелла были дешевле. Ну и они менее полезны будут, если ты будешь Фроузен Харт собирать, просто будет реже в стан попадать человек. И скорость передвижения не будет такая высокая. Надеюсь, я здесь более-менее вам правильно все объяснил. Трандл. Кстати, всего 2 чемпиона остались. Трандл. Изменение базовый урон был увеличен, правда в конце. Ну, учитывая, что кушку ММАкс это хороший баф, вы к этому получаете. И от общей силы атаки еще сам по себе процентный урон. Раньше на первом уровне его не было, чтобы ты не мог на первом уровне уже идти дуэлить любого игрока. Но, правда, Трандл все равно их дуэлил. Вот интересно, вот вернется ли из-за этого Трандл на топлей. Поглядим, увидим, да? Поживем, увидим. Ну, и вот тот самый Виктор, нерф, про который я вам говорил. Базовый урон на первой кушке остался прежним, но зато в конце был уменьшен. Прирост от Абилити Пауэр был увеличен, а от общей силы атаки остался все прежний. То есть, получается, твоя кушка стала сама по себе меньше урона наносить, но если ты больше Абилити Пауэр соберешь, то больше будет наносить, чем прежний. И его эрка, базовый урон у него, получается, стал меньше. И, опять же, прирост от силы уменья увеличил. Кто-то скажет, так где же тут нерф? А нерф заключается в том, что Виктор сейчас в основном играет на топлейне без Абилити Пауэр. Он просто собирает себе КДР, отхил и вот таким образом выстаивает эту линию. Теперь у него сами числа будут меньше начальные, и, соответственно, может быть, им придется как-то менять свою тему. Главная проблема — это гаунтлит, конечно же. Гаунтлит не дает вам магического урона, не дает вам Абилити Пауэр. Гаунтлит дает вам просто прок шин, а шин — это все равно физический урон. Соответственно, если он в Лич Бэйн не уйдет, он будет слабее, чем был раньше. Но, правда, тот Виктор, который был и раньше на миде с Арканкометой, он стал еще более монстром, чем был раньше, получается так. Потому что здесь видите, какие приросты классные. А, кстати, руну одну все же поменяли, потому что в следующем патче будет столько изменений, вы даже себе представить не можете. Но пока, кстати, я вижу, Лиссандру они не тронули. Помните, я выложил недавно ролик, но я могу даже вам показать ролик ВК с измененной Лиссандрой. Это будет в дальнейшем не в этом патче заранее, чтобы вы не запутались. Это будет в дальнейшем... Где вот она? Вот так вот риоты хотят сделать Лиссандру. Лиссандры хотят поменять пассивку на зомби ледяного. Это не я придумал, это Медлер придумал, геймдизайнер Лиги Легенд. И в дальнейшем эта пассивка получается... Когда ты добиваешь какого-то чемпиона за Лиссандру, он превращается в зомби ледяного. Правда, на сколько секунд не написано было, работает ли эта пассивка по всем. То есть ты можешь пятерых убить и пять зомби появится, или как это вообще действует. Но интересно будет на это посмотреть. Нынешняя пассивка Лиссандры позволяет ей бесплатно кастовать заклинания. Раз, по-моему, в восемь секунд, если я не ошибаюсь. Ну, ладно. Так вот, руны. Изменение небольшой руны. Это которая тоник. Давайте посмотрим, что с ним сделали. Удалили продолжительность действий. Сократили искривление времени больше не действует на эликсиры. Ага, окей. А что же нам дали в ответ? 50% восстановления здоровья от зелья и печенек применяется сразу. Но вы не можете использовать другой, такой же расходовый предмет, пока действует предыдущий. Продолжение действий этих расходовых остается без отменения, но за каждое срабатывание они восстанавливают вдвое меньше ресурсов. Ничего не понял. Так, 50% восстановления здоровья и маны от печенек и зелья сразу накинется. Но если я еще раз им воспользуюсь в этой же игре, оно будет еще меньше. Не написано, насколько меньше, но будет меньше. А, вдвое написано, да. Вдвое меньше. Но зато я могу сразу восстановить здоровье. Это как маленький хил получить. То есть у меня бутылек, например, 150 маны. Он 100 маны восстанавливает. Я сразу 50 маны получу. Да, это что-то не очень. Это очень жесткий нерв. И для саппортов это, наверное, неплохая тема. Вот честно, для саппортов осталось неплохо. Их теперь сложно убить сразу. Их... Они же только на линии им пользуются этими тониками, а потом они их выбрасывают. А вот топеру, мне кажется, это не очень хорошая идея. Да, хилку нажал. 75 здоровья сразу восстановил себе. Для саппортов это тема. А вот для остальных это что-то как-то не очень выглядит. Время действия зелья печенек скорость передвижения по-прежнему увеличивает на 5%. Да, это чисто саппортовская тема стала. Они хотят у топеров забрать тоник. Потому что раньше он, видите, продолжительность просто увеличивал вам. Ну ладно. Ну и какие-то ошибки. Ошибки мне никогда не интересовали. Ну что ж, программа нами. Новый скинец. И мы все. А, не-не-не. Программа Лебланк тоже новый скинец. Протарианец Фиддл Стик. Мне он не очень понравился. Не совсем вообще понятно, что это Фиддл Стик. Протарианец Грейвс. Вот это классно выглядит. Реально пушка так пушка. И победоносная Ариана. Мы все ее с вами получим. Кто выше Голд Элла. Голд и выше Элла. В конце сезона буду. Так что продолжайте играть ранки. Успеете еще заработать себе то, что надо. Ну и, кстати, им сразу же сделали хромоскины. Нами, кстати, не очень выглядит. Лебланка классно выглядит, если честно. Ну, кроме вот этой. Не знаю. Может кому-то нравится такое соцветие. Или такое соцветие. Ну вот стандартная Лебланка классно выглядит. А вот это Фиддл Стик. Ну, я не знаю. Мне не очень он зашел. Ну и Грейвса, конечно, сейчас будет огромное количество. Ну, спасибо Риутам за потрясающий сайт. Ладно. Все, ребят. Все прочитано. Все зачитано в прямом эфире. Если есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Если есть какие-то вопросы прямо сейчас, пишите в чате. Пока.